Приветствую всех! Вы смотрите передачу Московская железнодорожная мозаика. И сегодня речь о промышленной станции Бусинова. Ну, наверное, мало кто вообще знает про эту станцию. Добраться до нее сложно. Находится она в районе Западная Дегунина, на севере Москвы, недалеко от Московской кольцевой автодороги МКАДа. Вот там северо-восточная хорда проходит, и прямо буквально за ней, может быть, около километра совсем недалеко находится и Московская кольцевая дорога. Но сейчас вот к этой станции стал лучший подход, потому что недавно открыли платформу Ховрина. Ну, собственно говоря, Ховрина, да. Собственно, Ховрина приняли в Врачевскую, а эту вот новую платформу, я о ней, кстати, рассказывал не так давно, но, которую хотели назвать Ховрина-2, назвали просто платформу Ховрина. Новая платформа, открытая в конце прошлого, 2020 года. И вот от нее как раз сделали проход через вот эту вот промышленную станцию Бусинова, туда дальше, собственно, в жилой микрорайон Бусинова, который входит в состав района Западной Дегунина. Улица маршала Федоренко, вдоль которой как раз находится вот эта вот станция Бусинова. Но все дело в том, что почему мало кто знает про эту станцию, потому что она промышленная. То есть она чисто грузовая, она абсолютно не пассажирская, никогда пассажирской вообще не была. И даже само название вот этой станции Бусинова, оно в принципе неофициальное. На самом деле это один из парков большой станции Ховрина. Вот она станция Бусинова. И вот видите, целый мост даже сделали через эту станцию, остекленную. И можно прямо, как говорится, во всей красе практически видеть эти пути этой станции. Ну, собственно, вот саму вот эту станцию. Видите, тут несколько путей, по-моему, 6 путей тут. Вот так вот можно посмотреть. Видите, она прям вытянута. А вот слева находится улица маршала Федоренко за забором. То есть она вытянута прямо вдоль, идет вдоль всей улицы маршала Федоренко. А справа там находится как раз район Ховрина. Ну и дальше там Садовое товарищество, которое вроде сейчас сносят. Железнодорожник называется прямо около платформы Бусинова. Это вот еще, так сказать, опять же это все станция тоже Бусинова. И путь к ТЭЦ-21. Вот туда он поворачивает. И ветка идет туда вот дальше. Фактически уже один путь. Он идет, да, может на два пути. Идут как раз к ТЭЦ-21, который находится непосредственно около кольцевой автодороги. Вон даже там трубы видны. Это как раз вот там справа находится ТЭЦ-21. Вот такой сделали мост, построили. Раньше его не было. Но когда вот платформу построили, Ховрина, новую пассажирскую платформу, то и сделали для прохода специально мост, чтобы станцию оставить. Вот видите, даже подсыпка новая, пути новые. То есть, в принципе, хотя, как видим, ничего практически здесь не стоит. То есть, если раньше здесь стояло полно поездов, практически все пути были заставлены, то сейчас, как видим, здесь практически один только на одном пути стоят пустые платформы. И все видно под контейнера. Но ничего там больше фактически нет. То есть, как мы видим, работа практически здесь никакой сейчас не ведется. Вообще, это один из парков станции Ховрина. Еще называется Ховринский отстойник. Вот эта станция. Ну, а так, обычно, станция Бусинова. И создана она была способна, ну, само название, для отстоя в основном железнодорожных товарных вагонов. Вот платформ. Ну, разных вагонов, да. Как раз это один, как бы, из принадлежности станции Ховрина. Здесь они отстаивались какое-то время. Ну, а потом дальше уже там сортировались. Да, тепловоз их отвозил там по разным предприятиям промзоны Коровина. Вот. Это первая задача этой станции. А вторая задача, это вот транзитный путь как раз вот туда цистерны возят. Как раз на ТЭЦ-21. И вот эта работа, она пока до сих пор ведется. От цистернах возят мазут. Потому что, хотя ТЭЦ-21 работает, в принципе, на газе, основное топливо, как и другие ТЭЦ, большинство фактически ТЭЦ в Москве, но резервным топливом является мазут. И до сих пор иногда все-таки этот ТЭЦ работает на мазуте, что вполне, в общем-то, улавливает местные жители, которые довольно сильно чувствуют вонь в это время, когда идет, так сказать, разгрузка мазута и вообще, когда ТЭЦ работает на мазуте. Ну, вот здесь, видите, даже есть прямо туда проход к путям. Открытый. А, там, видите, есть забор. Здесь прямо в открытую можно пойти туда путям. Ну, а там вот тянется такой забор. Здесь вот так называемый Бусиновский сквер, который недавно сделали. Хотя, конечно, на сквер он как-то совсем не тянет. Зелени явно не хватает здесь. Ну, и в целом, ну, это вот такой сквер 21 века тоже. Но все-таки хоть какое-то пространство для отдыха есть. Но я уже про него рассказывал. И вот это улица Маршала Федоренко. Да, и с этой стороны, вот, там, в некоторой выемке проходит эта станция. Там шесть путей, да, железнодорожных. И вот все огорожено забором. Ну, специально, чтобы туда не спускались, не мешали работе и так далее. Ну, как видим, вместе со станцией Ховрина фактически работа замерла и на этой станции. И лишь небольшие иногда маневры совершаются. Ну, немножко там, так сказать, какие-то иногда все-таки отстаиваются вагоны. И какая-то идет все-таки, так сказать, движение небольшое на ТЦ-21. Вот, связанное с мазутом в основном. Ну, и маневры опять же совершаются. Вот, тепловозы. Видите, ветка не электрифицирована. То есть, только тепловозные движения. Вот, электровозы здесь не могут проезжать. Вот. Ну, все очень так минимально. Да, так же, как и на самой станции Ховрина. Потому что, собственно говоря, промзона Коровина, которую в том числе тоже обслуживает эта станция, она, по сути дела, сейчас интенсивно застраивается. И хотя еще формально она существует, но там уже почти ничего не работает. Нет, ну, хотя, конечно, есть. Есть какие-то предприятия. Тоже там рыбный комбинат Меридиан работает. Ну, даже ТЭЦ работает. Да, это все понятно, что что-то работает. Ну, конечно, понятно, что это, ну, собственно, работа эта промзона, она небольшая сейчас. Никак не сравнима с советским временем и даже, так сказать, временем 50-летней давности примерно. Да, когда еще все-таки она значительно больше работала. Ну, вот же трубозагодовительный комбинат. Я только что недавно показывал, как его сейчас носят. И будут строить жилой комплекс Бусиновский парк. И вовсю, в общем-то, его уже даже строит этот жилой комплекс. Вот. Ну, вот они пути. Тут можно прям даже подойти к ним поближе. Там дальше, кстати, проход есть. Вот чуть-чуть подальше. Там есть проход. Там тоннели под этими путями проходят. Вот там чуть-чуть подальше, если пройти. И прям проход идет туда на Зеленоградскую улицу в район Ховрина. Вот к тем домам живым. По другую сторону. Здесь вот Бусиновая, Северная Дегунина. А там Ховрина и Зеленоградская улица. Бывший Ленинградский район. Ну, вот такие вот пути туда, в сторону станции Ховрина вид. Вот там станция Ховрина. И она очень много имеет разветвления, эта станция. Очень много. Целый куст железнодорожных путей. Там же депо раньше было. Ну, сейчас там, по сути, уже мало что осталось. Многое снесли. Вот. Немного. Да и то, и даже из того, что осталось, там уже многое заброшено. Вот. А раньше, конечно, здесь все было совсем по-другому. Большой куст путей шел в промзону Коровина, к разным предприятиям. Вот. И в том числе один из парков этой станции Ховрина находился вот здесь, вот на станции Бусиного. Вот гаражи, которые примыкают к этой станции Бусиного, как обычно бывает. Ну, вот там как раз станция Ховрина находится. Там дальше чуть подальше локомотивное депо, вагонное. Ну, то есть все как бы вот все принадлежности к станции Ховрина как раз. Ну, а там вот вид в сторону кольцевой дороги, ТЭС-21, Бусиного в целом. То есть основные пути станции. Здесь они расходятся. И дальше там уже получается именно шесть путей, чтобы, как говорится, на всех хватило. Но, опять же, повторюсь, что сейчас, конечно, это уже все пути не используются. То есть работа станции достаточно такая минимальная. Да, ну, вот здесь вот шли пути тоже. Рядом со станции Бусиного отходили тоже вот в сторону труппозагодовитного комбината. И также шли пути от станции Бусиного на бусиновский мясоперерабатывающий комбинат, который сейчас тоже какой-то тип многофункционального комплекса, какого-то логистического. Но сейчас они, фактически, все пути закатаны во спад. Здесь речка Лихоборка протекает. Вот она в открытом русле. И здесь вот прямо рядом с речкой шли раньше пути. Ну, а сейчас, как видим, уже путей практически нет. Немножко там где-то чуть остались, но в основном они уже закатаны в асфальт. Вот там как раз трубы, заготовительный комбинат. И здесь как раз проходили пути. Туда вот ворота. Вон они даже видны, желтые ворота. Это как раз вот туда тепловозы заезжали с вагонами. Ну, там изготавливали трубы, всякую оснастку. Но я уже тоже рассказывал про этот комбинат. И, как видим, сейчас там уже почти все строения разрушены и строится во всю жилой комплекс. Так что понятно, что поезда здесь уже больше никогда не поедут. Поэтому эта станция, она, конечно, уже во многом, как и вся станция Ховрина, естественно, потеряла свое значение. Потому что какой смысл, если все фактически, ну или не все, то многое застраивается. А в дальнейшем вообще планируется промзону Коровина практически полностью застроить жильем. Ну, понятно, что на это уйдет, конечно, годы, не сразу. Но начало положено, а дальше уже все это будет продолжаться. Вот здесь тоже путь проходил как раз от Бусиновского мясоперерабатывающего комбината. Вот одна ветка шла на трубозагодовительный, а вот здесь проходила ветка на Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат. Эта ветка полностью разобрана, в отличие от закатанного асфальта. А эта вообще разобрана. И вместо нее осталась только зеленая трава. Ну и небольшая выемка на память о том, что когда-то... Вот именно тут как раз эта ветка проходила. Вот как раз по границе вот этих деревьев, вот там прям шла ветка, даже видны следы. Но там уже полностью разобрали. И вот здесь, видите, следы остались от этой ветки. Но вот когда-то тоже от Бусиного как раз шла эта ветка. Рядом со станцией Бусиного проходила, ответвлялась туда. И там он туда дальше пересекал на Эжорскую улицу и дальше вела на Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат, который находился на улице Бусиновская горка. Вот там она как раз проходит, эта улица. Она здесь отходит от улицы Маршала Федоренко и туда дальше уйдет уже до Яснополянской улицы. Краснополянская улица. Вот. Ну вот здесь прям тоже пути проходили. Тоже одни из многочисленных путей. И как раз вот эту промзону Коровина. Многочисленных путей от станции Ховрина и одного из ее парков как раз от станции Бусиного. Ну вот такая вот станция Бусиного. Видим, сейчас там практически все замерло. Пока станция еще существует. Какая-то работа, конечно, по ней ведется. Вот мы видели платформу железнодорожные, пустые, правда, которые там отстаивались на одном из путей. То есть что-то есть. Маневровые тепловозы тоже ездят иногда. Какое-то движение идет на ТЭЦ-21. Но опять же работа станции сейчас минимальная. Что с ней будет дальше, сказать сложно. Но, наверное, все-таки ее оставят. Ну, прежде всего, хотя бы потому, что все-таки ТЭЦ-21 никуда, естественно, переводить не будут. И закрывать ее, конечно же, не будут. Это в любом случае. Потому что без ТЭЦ просто все остановится здесь фактически. И жилые дома, и какие-то нежилые объекты. Все это фактически остановится. Поэтому в любом случае на ТЭЦ какой-то подбос нужен. Поскольку используется мазут. Пусть даже в качестве резервного топлива. Но все-таки используется там целое мазутохранилище. Есть мазутное хозяйство. То все равно, как-то так или иначе, шелезнодорожные пути нужны. Поэтому я думаю, что все-таки хотя бы какое-то минимальное движение на ту же ТЭЦ, оно все-таки будет. Вот здесь пути проходили как раз. Вон там Ижорская улица. Она как раз отходит от пересечения улицы Маршала Федоренко и Бусиновская горка. Вон там как раз машины едут. Да, и вот здесь вот все. Такой немножко разор, связанный с тем, что здесь пути разбирали не так давно, буквально. Около года назад сняли пути. Вот здесь они проходили. Так несколько, конечно. Выглядит фантастически. Жилая застройка. Так часто бывало. И прямо рядышком пути проходили. По ним тепловозы с грузовыми составами. Туда мясоперерабатывающий комбинат. Ну и дальше туда от Меридиана и в ту сторону тоже. К разным другим предприятиям, которые там находятся как раз. Так что, наверное, все-таки какая-то работа будет сохранена. Это все-таки станция. Но опять же, конечно, наверное, все это будет в таком минимальном объеме. Вот примерно как сейчас. Ну а так, конечно, что-либо предсказать у нас очень сложно. И, естественно, остается только следить за развитием событий. Если что-то будет такое происходить, то, естественно, постараюсь как-то тоже на это реагировать. Здесь как-то будка дежурного стояла по переезду. Железнодорожный переезд здесь как раз находился. Ну туда взгляд назад, в сторону станции Бусиного. Продолжение следует...